Банк Англии может начать снижение ставок до достижения целевого показателя инфляции в 2%. Глава регулятора Эндрю Бейли, выступая в Казначейском комитете Палаты общин в Великобритании, заявил, что банку не нужно дожидаться замедления инфляции. Бейли указал на обнадеживающие признаки ослабления ценового давления. По его словам, инфляция в стране очень быстро снизилась, а техническая рецессия, в которую экономика вступила в прошлом году, может быть очень небольшой. При этом глава регулятора отказался комментировать, когда именно и насколько может произойти первое снижение ставок. Однако ожидания рынка, что Банк Англии снизит ставки в этом году, не были необоснованными, указал Бейли. Банк ожидает временное возвращение общей инфляции к целевому уровню весной, после чего цены вновь начнут расти. Нам не нужно, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню, прежде чем мы снизим процентные ставки. В этом нет необходимости. Похоже, что экономика находится в состоянии полной занятости. И это очень хорошая история. По сравнению с предыдущим спадом, Великобритания страдала от очень небольшой рецессии и теперь демонстрирует явные признаки восстановления. После заявления главы Банка гособлигаций в Великобритании возглавили глобальное ралли. Доходность двухлетних золотых облигаций упала на 0,07% пункта, до 4,55%. Базовая доходность по десятилетним облигациям снизилась на 0,06% пункта, до 4,05%. Трейдеры предложили снизить цену минимум в трое к концу года, по данным управления национальной статистики. В конце прошлого года Великобритания вошла в техническую рецессию. Воловой внутренний продукт упал на 0,3% за последний квартал года. Между тем, Эндрю Бейли преуменьшил значение цифр, отметив, что экономика страны демонстрирует отчетливые признаки подъема.